Здравствуйте друзья с вами Феликс и в этом ролике я покажу свои соображения по работе с двумя инструментами которые мы будем использовать на платформе InfiniEye и это Google Trend и Unicorn Smasher мы будем рассматривать сейчас на примере вот этого товара который я взял со skype-чата который наши ребята организовали для того чтобы побыстрее раскупать наполнять вот эти ящики с товаром и отправлять их в Amazon видно здесь сколько осталось мы возьмем вот этот вот товар скопируем его и я в одном ролике показывал что надо составлять текстовый документ со списком товаров которые вы хотите протестировать посмотреть как они работают так давайте я из skype выйду чтоб он не тормозил и так отдельного текстового документа я не создавал но это сейчас не надо просто вот в переводчике как и советовалось перевел вот этот на название полностью это у нас сифонный насос 6-футовый эту информацию фирму-производитель бронка я взял из картинки тоже показывал что надо отдельно увеличивать картинку и рассмотреть полностью информацию которую можно дополнительно считать с упаковки там есть количество штук в одной упаковке и так далее фирма-производитель вот она эта информация тоже нам нужно и вот здесь вместе с комиссией инфини-ай и ценой на спрингборде этот товар нам станет 0.91 а это цена за которую нам предлагают выставить этот товар на продажу вот это вот эта информация вся что есть теперь с этой информации переходим в google тренд в google тренде ну нас настройка тут такая здесь вот выбираем страну с этой вкладке здесь период за который хотим посмотреть тренд спрос на этот товар не товар а именно на название в google тренде ребята это спрос не на товар а вот показывается количество поискового запроса на это или иное слово здесь вот выбираем категорию в какой категории этот поиск производился опять же судя по картинке и надо там как как-нибудь понять к чему это относится этот товар этот товар относится к домашним животным дикие домашние животные потому что это помпа этот насос предназначен для того чтобы для для очистки аквариумов для того чтобы чистить аквариумы вот надо полностью представить что что за товар мы тестируем для чего он предназначен и так далее и сюда уже ну можно копипастом можно просто завести вот это слово помпа насос копировать копировать и вот сюда добавить запрос это еще раз повторяю что это не в поиске амазона тренд а в интернете в интернете соединенных штатов то есть те кто дикими животными там животными занимается да для любителей домашних животных и вот этот поисковый запрос мы просим проанализировать за 30 дней за месяц можно за 90 кому как будет удобнее и хорошо и вот здесь мы видим динамику динамику запросов вот наведя вот стрелку на определенную точку мы видим количество запросов пока тут это количество нам высветится он там было 94 но здесь судя по всему 100 да где-то 100 запросов в день по слову насос тех кто ищет вот именно что-нибудь для очистки аквариума то есть это вполне при приемлемый показатель по 100 человек только в интернете не за не заглядывая на торговые площадки делают этот запрос ну и вот аналогичный тут показывается похожие запросы показываются их может быть несколько сразу и чуть выше было по регионам то есть товар такой именно пользуется поиском не спросом а поиском это нам пока что говорит только о поиске давайте это закроем с этим у нас тоже есть ясность и вот здесь уже в поиске амазона ищем слово насос здесь всевозможные насосы которые к нашему насосу отношения не имеют ну естественно надо добавлять уже еще одно слово еще одно ключевое слово можно просто это по новой ввести ставить и искать по новой вот теперь мы видим что более-менее что-то похожее на тот товар который мы ищем я сейчас картинку не показал но это приблизительно вот что-то наподобие вот этого потому что в конце ролика мы выйдем именно на тот товар то есть это вот всякие помпы теперь unicorn smasher этот инструмент он работает со страницами ребята и девчата вот смотрите тут вот их 1677 вот таких вот разных помп и можно с помощью этого инструмента unicorn smasher и он сейчас откроется нам с божьей помощью он грузит только страницы один товар он не загружает наш smasher он походу и вот он вот так вот мы можем его вывести на серединочку чтобы вам было удобно смотреть и вот на этой странице 28 товаров 28 товаров на всей странице нам надо немножко подождать чтобы загрузил это если мы хотим вот проанализировать сразу несколько страниц вот загрузилась все вот здесь появляется вот такая вот кнопка следующую страницу вот кликаем по ней и без перелистывания этот инструмент загружает следующую страницу вот видите тут количество увеличивается вот 44 надо дождаться пока вот в самом низу вот эта розовая кнопка не появится и не предложит нам загрузить еще одну страницу вот она появилась можем еще одну страницу загрузить но это нам сейчас смысла нету делать просто я показываю как работает вот данный инструмент по загрузке страниц потому что такого широкого выбора широкого анализа но нам делать не стоит не стоит и не надо загружается третья страница кликаем следующее следующее и он будет загружать ну давайте закроем это сейчас нам это ни к чему нам надо сузить вот это все вот этот поиск нам надо сузить давайте вставим 6 фунтовых маленьких размеров сюда можно просто написать так у меня 6 ф то просто добавить сюда и задать новый поиск и теперь уже мы вышли именно на малое количество то есть несколько штук 1 2 3 4 5 6 6 товаров вот это вот наш товар то что на springboard то есть вот таким вот образом мы сузили поиск сузили поиск и опять кликаем по смешеру вот эти все 6 товаров 6 товаров на этой странице дожидаемся полной загрузки этого товара кликаем сюда можем и не кликать но прямо вот здесь изучать не переходить дальше но если товара много это еще один вот такой кликаем по этой кнопки и потом на дэшболт видите нам открывается отдельная страница вот этот товары которые я просматривал это типа мой кабинет в этом инструменте я могу в любой момент перейти и посмотреть вот этот поизучать товар вот этот поизучать да вот что у меня загружена то есть уже в своем кабинете работать с этими инструментами теперь относительно помпы мы загрузили это все можем это здесь закрыть и смотрите у нас есть еще одно слово вот это слово бронко это взято с упаковки взято с упаковки с картинки которая в описании на спрингборде нету и вот если его добавить вот давайте не буду писать а просто скопирую добавить вот сюда чтобы это слово было в поиске вот этот товар все мы нашли искомый товар и можем его уже изучать изучать как здесь его рассматривать посмотреть какая цена и так далее и тому подобное и в смейшере уже сравнивать с другими допустим аналогичными товарами и понять что тут происходит теперь в смейшере можно его перевести вот через переводчик чтобы было понятно о чем вот эти вот верхние вот эти вот вещи и так мы видим с количество продавцов на данном товаре вот на 1 данном товаре 48 продавцов какая-то помпа такая навороченная ну и вот так вот наведя мышью мы видим вот здесь вот в правом углу да вам вон картинки в правом нижнем углу вам видно думаю и это да что-то похожее ну вот так вот находим тот товар который нам нужен и вот видим цена ранг это рейтинг продавца это рейтинг продавца он имеет конечно значение но на более таких широких продажах здесь вот некорректное некорректный перевод здесь вот в этой колонке продажи за месяц сколько данного товара продалась за месяц это на какую сумму продан данный товар в этом месте вот за прошлый месяц за обозреваемый период до 9 вот срок здесь написан здесь отзывы сколько отзывов у данного продавца здесь рейтинг продавца в этой категории следующая вот колонка это то что на fba то есть продается со складов амазона а это ну час частные продавцы в принципе вот мы такими и будем поначалу на амазоне будем частными продавцами потому что на fba надо отправлять ну коробки стандартные под своей фирмой и так далее но это пока нам рано что мы какую информацию уже будем рассматривать здесь мы видим не несоответствие цены 599 нам говорят выставляйте за 845 здесь она 559 и написано что это бесплатная доставка при заказе на 35 долларов и выше то есть если поштучно продавать их то суда добавляется цена доставки она вот тут вот и отражена вот эти ориентировочно где-то 3 доллара она там отражена но если взять что вот кто-то будет покупать их столько штук ну допустим какой-то владелец магазинчика для животных он он купит их если считать по 6 долларов это будет где-то шесть штук до 566 штук он их купит и вот эти вот три доллара с бесплатная доставка то есть она раскинется на 6 единиц и мы отдельно вот эти три доллара не не платим за доставку вот таким вот методом вот по цене нужно определяться не смотреть что здесь пять за шесть а нам говорят продавайте за 845 это это нормально это окей это нормально и по смешеру думаю всем всем понятно да вот какие данные тут даются что за данные и как с ними ориентироваться тот же самый сифон где он сейчас вот он да вот это он его продали пять штук за прошлый месяц на сумму 34 доллара другой аналогичный товар тоже продали пять штук на 37 долларов но это уже со склада с fba продали еще одну хочу сказать отсюда же до отсюда же со своего кабинета на любой товар можно перейти на amazon на этом мы сейчас есть но вот допустим вот этот кликаем по ссылке и перекидываемся уже на амазоне рассматриваем данный товар вот он загрузился и все данные можно по нему посмотреть итак на этом технику работы это не урок а просто техника работы с двумя инструментами google тренд и unicorn smasher то что я знаю о том вам рассказываю на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс